итак приветствую друзья сегодня 18 марта понедельник и сегодня просто потрясающая погода так вот нифига себе ты даешь так вот давайте мы с вами прокатимся по району новой сочи ну а почему бы нет да но сочи же интересный район интересный район немножко прокатимся посмотрим потому что вот именно в этой локации вы можете себе приобрести ну более-менее о нифига себе ты что там заругался более-менее что-то похожее на доступное жилье что-то более-менее похоже на доступное жилье потому что в целом в сочи все равно цена на недвижимость довольно-таки высокий так далее если мы будем с вами разговаривать про этот район то как бы если например как многие любят говорить что работы нет ничего нет и так далее и кстати вот вы в этом отношении будете частично правы потому что здесь если вдруг вы например решили остаться на пмж то скорее всего вы получите не что иное а как не зато возможность работать либо охранником либо не за консьержкой либо еще кем-нибудь но здесь таких вот прям магазинов там больших там еще что-то там за этом офисов здесь нет в этом районе вот это район как бы для пмж он не совсем подходит потому что смотрите вот в этом месте где мы с вами проезжаем здесь например нет например вот того же самого например общественного транспорта ну нет общественного транспорта вот хоть убей передвигаться мягко говоря некомфортно когда дожди здесь прям очень такие большие образуются реки и тоже не самое комфортное что вы можете себе представить если брать например для отдыха но тоже сомнительная авантюра по одной простой причине потому что если мы будем с вами смотреть именно вариант для отдыха то всем понятно стало что как бы отдых здесь не совсем комфортный потому что например вот это здесь пляж вроде бы кажется близко да но здесь у нас ведомственный идет ведомственный санаторий и хоть и говорят что там даются там не за пропускают да нет вот последние два года здесь пропуск ты замучишься брать как бы здесь как таковых спортзалов нет потому что понимаете если например мы будем с вами рассматривать вариант именно именно как вариант будем рассматривать например в районе улицы пирогово там действительно можно взять абонемент тот самый например в заполярье в z fit и там вы сможете пользоваться спокойно пляжем можете спокойно туда выходить и все это действительно так но вот именно в этой локации но этим похвастаться мы похвастать мы не можем вот как бы так но до пирогово здесь пиндюхать и пиндюхать притом пиндюхать в горку косогорку данный район всегда у нас был именно с акцентом на частный сектор последующим начали вырастать такие домики конечно же это не частный дом это у нас те самые апартаменты которые вы в свою очередь можете приобрести либо здесь стали появляться те же самые жилые помещения вот как например вот здесь мы с вами проезжаем ну не знаю как бы из нехорошего здесь все равно там горы косогоры да вроде бы асфальт свежий там вроде бы лежачих полицейских здесь наложили там наваляли но не самое лучшее место в этот перелок рахманина вот этот для того чтобы можно там приезжать либо отдыхать но как бы потому что вы сами понимаете доступа к морю нет либо чтобы можно было здесь не знаю жить на пмж потому что как таковой здесь работы нет само собой в заполярье есть может работа вы можете там горничной устроиться там может там вы там устроитесь там фитнес-тренером и тому подобное может быть но тогда лучше смотреть ближе уже не переулок рахманина смотреть улицу пирогова но исходя из этого уже на улице пирогова например есть определенный нюанс какой нюанс например на пирогово у нас имеется да тот самый нюанс потому что на пирогово так как есть уже как бы наметки на работу на все остальное и соответственно там уже недвижимость становится выше по цене по поводу дома частного ну не знаю наверное да люди которые покупают здесь дома и здесь дома начинается от 150 миллионов рублей они само собой ну понимает прекрасно что они будут пользоваться либо своим автомобилем либо в какого как вариант там будет пользоваться ты тем самым такси либо еще чем-нибудь будет до пользоваться либо будет пользоваться тем самым водителем лично благо личный водитель для примера если у вас есть там например mercedes там какой-нибудь да там хотите чтобы ребенка вашего и жену вы возили хорошо и комфортно я уже узнавал ну 50 тысяч рублей в месяц и можно в принципе найти водителя ну водитель будет такой себе там ну вот как бы такое но за 70 тысяч прям можно взять уже прям там водителя водителя которая действительно каждый второй риэлтор согласится быть вашим личным водителем по одной простой причине потому что не каждый риэлтор в сочи может зарабатывать хотя бы 100 тысяч рублей стабильно понимаете а многим нужно стабильность ну серьезно говорю многим нужно стабильность потому что есть например мы посмотрим с вами все работы которые есть сочи эти работы больше не про оклад да право не про хороший оклад здесь все работы сочи это больше про что у нас про процент да вот этот нас капитализм тот самый который захватил буржуазный капитализм где как поработал так и заработал понимаете как бы нет такого что-то но пришел на работу и получил там как бы просто например сочи там 100 тысяч 200 тысяч 300 тысяч и так далее такого нет от слова совсем поэтому нужно понимать что будет у вас определенные определенные проблемы с работой особенно те которые привыкли работать за норма часы они за норма результат вот здесь мы с вами подъезжаем да вот эта красивая церковь здесь прям но реально красивые все здесь прям хорошо сделано золотые купола душу мою радует вот с правой стороны есть как раз у нас улица пирогово вот на пирогово в принципе можно что-то такое подобрать но опять же если вы думаете что здесь может купить квартиру там за 5-6 миллионов не таких цен здесь нет здесь что-то более-менее хорошее нормальное начинается от 350 тысяч рублей за квадратный метр и не дешевле 350 тысяч это как бы дешевле вам не получится здесь ничего взять многие спрашивают почему ты не снимаешь эти дома потому что это у нас та самая рублевка в кавычках центре сочи потому что и вид хорошие здесь у этих домов дома такие все большие там 350 500 квадратных метров и земли там у них там и по 7 соток по 8 соток но они стоят они там там ремонта уже уставший там реально там ремонтом без слез не взглянешь но при этом чтобы понимали да при этом как бы ценники далеко уходят за 200 миллионов рублей за 200 миллионов рублей уходят ну что там говорить даже вот здесь у нас есть строится у нас отель тот самый редисон да где вы можете купить себе апартаменты и данные апартаменты на секундочку вам обходятся как минимум в 2 миллиона рублей за квадратный метр нифига не дешево по правую сторону есть у нас тот самый санаторий родина где есть просто шикарнейшие номера в классическом стиле где можно денег оставить больше чем в том самом прославленном отеле семизвездочном в дубае и серьезно говорю тут поэтому здесь такой контраст жесткий и очень тяжело сориентироваться и локация то это хоть кто скажет гора не гора но знаете гора какие плюсы у горы что вас не затопит это раз второй плюс у вас будет хороший вид даже там с первого этажа со второго этажа из минусов до пешочком если вы захотели пройтись например на море будет мягко говоря не комфортно телепать туда же разговоров не может быть и это однозначно минус но поверьте мне на слово плюсов гораздо больше ну говорю как есть плюсов действительно гораздо больше теперь что касается вот этого района этот район уже нельзя назвать район новой сочи потому что его в принципе можно смело относить к центру и например если мы берем с вами вот эти дома например по левую сторону это жилой комплекс ривьера то жилой комплекс ривьера по цене конкурирует с такими нас флагманами как например паре горького и здесь и даже вот если вдруг нужна кому-то побольше квартир например квадратов 80 85 здесь квартиры с потрясающей планировкой где есть и две спальни к примеру где есть и кухня где есть и зал и где есть балкон да балкон конечно будет застекленный но в целом как бы балкончики тоже есть также здесь пинхаусы которые считаются одни из самых дорогих опять же да и из плюсов это всегда можно прогуляться в парке ривьера я например хорошая погода думаю что же вам заснять парк ривьера думали дэнрари парк ривьер уже снимал и про ривьер наверно многие уже знают дэндрари не каждый пойдет потому что нужно дать там 300 рублей за вход но сегодня попробуем и за спасимать с вами немножечко дэндрари теперь что касается у нас в целом да вот если мы будем с вами смотреть где же у нас заканчивается новую сочи ну вот здесь закончился новую сочи и дальше начинается центр знаете вот новый сочи новому сочи рознь например если мы берем с вами жилой комплекс ривьера там цена 550 600 тысяч рублей за квадратный метр да был с более-менее нормальными адекватными ремонтами но если же мы посмотрим например то же самое переулок рахманинова да который находится у нас за улицей политехнической то там можно купить квартиры и по 200 тысяч рублей за квадратный метр там будет яма жесткая где на где ходите пешеходам небезопасно и водителям небезопасно и мотоциклистам небезопасно и даже лишний раз туда даже доставщики например те же самые мопедисты стараются лишний раз не ссуваться потому что там могут даже и не выехать такое есть само собой здесь же мы с вами видим тот самый центр хороший центр здесь даже разговоров не может быть тут мы с вами видим парковка которая уже очень долгое время почему-то у нас не работает хотя вроде бы и разметку сделали все сделали и то что эта парковка закрыта конечно это большой удар по водителям потому что но действительно здесь нереально нереально здесь припарковать свой автомобиль даже вот здесь ведь этот проезд до в проезде у нас остановок ну как бы ставит автомобиль если вдруг случай там чего какой-то аварии или еще что ты даже не сможешь здесь объехать само собой на тротуарах очень много стоит из-за этого автомобилей ну конечно я не оправдываю извиняюсь не оправдывая автомобилистов тут как бы даже и не хочется никого оправдывать извиняюсь сегодня с утра пробежался и прям сушняк жестко долбит потому что не посмотрел что мне тут друг бегает думаю всегда себе а он оказывается мой друг уже на протяжении двух лет бегает и всего лишь шесть километров а я если бегу там или над 10 поэтому извиняюсь что немножко такая немножко голос хриплый но опять же старым же с левой стороны полиция и конечно же вся работа вот вся работа до находится именно здесь но если думать макс ну как так ну вот на рахманинова я взял и сюда спокойно доехал за 12 минут нет это будет ошибочное мнение ребят потому что за 12 минут мы доехали здесь и сейчас но если например мы поедем в 8 утра то вы за 12 минут никак не проедете если кто-то смотрит мои новостные блоки вы видите какая образуется встречная пробка когда я например еду на виноградную 184 теперь что касается вот центр да вот здесь в центре особо вы ничего вот именно вот здесь вот этой локации особо ничего и не купите здесь есть да один апартаментный комплекс здесь есть еще что но он как бы любому здравомышленному человеку который меня смотрит до который деньги заработал потом и кровью который там не воровал и не бухал здесь взятки не брал там откаты не брал то здесь бесполезно потому что вот в эту локацию но миллион миллион двести за квадратный метр это это обычно нормальная цена миллион миллион 200 за квадратный метр в этом отношении конечно же есть особо не это само собой здесь погулять комфортно гулять комфортно да но нужно понимать что вечером не собирается байкер вечером где собирается те самые ребята которые любят выкрутить музыку и давай давай ну макс говоря не совсем комфортно понимаете вот есть места где комфортно гулять например до приехали погуляли а есть моменты где приятно например спокойно например спать даже он например смотрите вот эта локация ну да этой локации с острова мечты мы вчера с женой дошли вот 15 минут да вот 15 прошли здесь прогулялись и пошли потом в обратную сторону в целом так хорошо но вот прямо жить именно в центре вот когда вот ну не знаю есть есть нюанс как говорится есть нюансы соответственно если мы с вами берем вот те же самые жилые комплекс которые находятся поближе вот сюда да где можно гулять и все то они не дешевые и даже здесь в центре вы видите да есть и подъемы есть также и спуски есть и даже если мы сейчас будем проезжать сквер художника и там сильно крутое место где ночью может прогуляться действительно очень хорошо все прекрасно все замечательно но все равно например на ту же самую кубанскую вам нужно будет извиняюсь вам нужно идти немножко в гору ну как бы тут даже и без вариантов по поводу ровная поверхность неровная поверхность но опять же все относительно ребят все относительно если например мы возьмем здесь вот да вроде море близко да как бы относительно ровно поверхность но есть например мы захотим спуститься например на пляж отсюда то кто спускался с этого отеля то вы понимаете вам нужно по лестнице пиндюхать вниз 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 еще раз вниз потому что даже сейчас здесь мы находимся как минимум 25 метров над уровнем моря понимаете просто так вот к морю вам здесь выйти не получится у вас будет жесткий перепад вниз да та самая лестница например если не бегал вот ну как бы чувствуется это все перепады потому что вроде пробежался немного 10 километров но посмотрел спуски подъема я как у я их уже не замечаю и дака бегу ну не замечая но часы показали что у меня было то у меня были подъем у меня были спуски при том как если нормальным человеку показать например да то бегать например по москве скажешь бог еще там в горах что бил нет центре сочи немножко взял и пробежался само собой плюсы да вот за счет того что мы немножко находимся выше на уровне моря даже вот вот здесь вот например в этих например офисных помещениях вы можете например даже с 5 этажа наблюдать уже хороший вид на море например вот если например возьмем с вами квартирник в этой локации вот квартирник в этой локации который более-менее похож на квартирник дайте-ка я сделаю так что мне не глох этот старту стопа меня достает это у нас театральная 11 но театральная 11 это миллион двести и миллион за квадратный метр и при том это даже не с ремонтом а это у нас черновые ребят чтобы понимали это все про чернуху ту самую злую чернуху поэтому тоже имейте это ввиду вот например театрально он как бы если до моря идти вы не сможете до моря дойти до на ровной поверхности сейчас объясню почему вот например вот вы вышли до с театральной да здесь на поверхней набережной можно прогуляться потому что именно вот в этой локации наблюдается у нас и верхняя набережная и нижняя набережная и например если один театр он находится на возвышенности на возвышенности и здесь да есть направо пойти здесь прям шикарное место особенно если вы хотите летом прогуляться здесь действительно очень много зелени все но если вдруг вы хотите спуститься к морю то вам нужно будет вот здесь вот где старый базар взять и спуститься а как спуститься я сейчас постараюсь вам показать на примере отеля жемчужина гранд-отеля жемчужина мы с вами сейчас едем вниз понимаете да это вниз мы просто едем с вами плавно вниз а по лестнице подняться я думаю сразу как у каждого полу такая такая будет такая одышка притом одышка такая будет ощутимая понимаете прям действительно будет одышка ощутимая ее например если мы сейчас с вами попробуем не будем пробовать да хотя могу попробовать не не буду ну вы так всем понятно вот и это расстояние нужно подняться вверх теперь что касается вот этого района да мы уже видим сами в хостинском районе что здесь обычно хорошего люди хотят выбрать чтобы можно прогуляться и так далее конечно район светлана если мы посмотрим самый не светлана это например вот непосредственно от моря да он как это все любит до курортного проспекта здесь вы особо много вариантов в себе и не возьмете это у нас апартаменты здесь да с левой стороны за ним это еще одни апартаменты и по большому счету здесь жилых комплексов всего лишь три штуки и это жилые комплексы дешевые это у нас в первую очередь жилой комплекс millenium tower это у нас александрия и вот это забыл как он называется в общем здесь то 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 тоже у нас здесь еще не жилой комплекс тоже до квартирник но цены такие цены мягко говоря кусачи цены не дешевые также есть апартаменты которые только вот выросли до до сих пор уже я хочу снимал два года назад до сих пор до ума не довели но и конечно же кто скажет блин здесь плюс есть дендрарий до дендрарий однозначно есть это большой и огромнейший плюс но но нужно понимать что дендрарий у нас как говорится он платный и если вы пенсионер вот с левой стороны тоже снимал вот это тоже дом квартирник и millenium tower здесь тоже на улице гаганинская тоже квартирник все остальное здесь апартаменты соответственно апартаменты будут без прописки и учитывая что в этом году очень сильно подскочила кадастровая стоимость ну сами понимаете идет специальная военная операция священная военная операция и само собой надо понимать что у нас вроде бы как бы производство там у нас не за там военное производство у нас действительно часто на пике да и ворске заработали заводом механический завод там все заработал да все что раньше делали у нас холодильники там подобные сейчас понимаю что с холодильниками нас тяжело мы не можем конкурировать там например с теми самыми там не занят корейцами китайцами там немцами вот стали делать на этих заводах стали делать те сам боевые припасы боевые припасах мы конечно можем создать конкуренцию но опять же эти боевые припасы кто покупает ну мы сами и конечно вот если например вы посмотрите выпишите ну кто живет в сочи сделать выписку себя свежую на свое помещение вы удивитесь что кадастровая стоимость поднялась в 5 в 10 раз ну к примеру кадастровая стоимость моей квартиры в которой я живу в острые мечты кадастровая стоимость когда я себе покупал кадастровая стоимость была квартира 3 миллиона рублей это было на секундочку ну почти четыре года назад когда я собирался продавать думал блин думаю может быть там не всю сумму указать как всегда да еще что я заказывал в прошлом году кадастровая стоимость моей квартиры было восемь с половиной миллионов рублей и в этот раз я заказал в свежую выписку и кадастровая стоимость моей квартиры которая живу который по рынку стоит 40 миллионов рублей кадастровая стоимость составляет 34 миллиона рублей соответственно я налог должен буду за квартиру заплатить из исходя из 34 миллионов хотя раньше налог платил то максимум из-за восьми миллионов не стоимости тут скажешь ну и заплатил заплатил не такой большой согласен с вами но есть у нас понятие как повышающий коэффициент который ввели еще три года назад это первое и второе есть такое понятие как налог на апартаменты которые соответственно у нас идет выше потому что налог на апартаменты это не что иное как нежилое и соответственно если мы с вами возьмем например то же самое нежилое помещение да кадастровая стоимость будет выше исходя из кадастровой стоимости так же как на автомобиле есть пример налог на роскошь раньше налог на роскошь рассчитывался при стоимости автомобиля свыше 5 миллионов рублей там свыше 10 миллионов и свыше там 20 миллионов рублей то сейчас конечно же налог на роскошь от 10 миллионов рублей до идет повышающий коэффициент например у вас машина например 300 лошадиных сил Например, которая стоит, например, грубо, да, там, грубо, кадастровая Ну, не кадастровая, а стоимость автомобиля среднерыночная И он бушный, например, 4 миллиона рублей стоит И, например, автомобиль у вас, например, 300 л.с. Например, который вы купили новый, да Ну, например, там, какой-нибудь BMW X7, да, там взяли 300 л.с., да Тот же самый дизель, да, который стоит 20 миллионов рублей Вот за BMW X7 у вас налог будет в разы больше В разы больше У вас будет повышающий коэффициент не стандартные вот эти, которые вы заплатите 50 тысяч рублей, а уже абсолютно другое, то же самое это касается и апартаментов поэтому, как бы апартаменты и кстати на апартаменты тоже цена очень сильно кадастровая выросла нереально сильно выросла раз это не жилое, подразумевает, что это больше используют прод бизнес а раз прод бизнес, то извини, ты должен платить понимаете, и все, поэтому на этом фоне, конечно же, у нас возникает ряд определенных возникает ряд определенных вопросов короче, ребят, не поедем туда давайте вниз поедем, ну куда там сейчас не проедем это у нас середина Светланы и здесь, чтобы дойти до моря нужно пройти в горку, в косогорку и во все остальное не говорю, как есть и кто-то скажет, да налог, да ладно там не такой большой налог да, ребят, это говорите до поры до времени например, у меня есть друг вот есть друг, он владеет недвижимостью, он владеет соответственно машинами и все остальное когда ему суммарный налог за все про все пришло на секундочку полтора миллиона рублей то даже он, как бы, он далеко не бедный человек он говорит, нифига себе вот это да, вот это вот это офигенно, да никогда в жизни, говорит, я такие налоги особо не платил начал смотреть, с чего будут такие налоги оказалось там, оказалась кадастровая стоимость квартиры одной превысилась там есть нежилой апартамент у него там тоже получился налог такой, скажем, такой недешевый и тому подобное но опять же, да, еще один минус который вы можете испытать покупки апартаментов это, конечно же коммуналка, та самая которая выше идет чем, например, вот если мы с вами разберем ну, если мы будем с вами разбирать те же самые, например, вот квартиры и это, да например, если, например, киловатт электричества стоит, например, 5 рублей в квартире где-то дешевле, да смотря на какой земле стоит смотря какой там это там совхоз, не совхоз там село, не село то, например, киловатт в той же локации апартамента будет уже 9,5 рублей за киловатт как я это понял? я хотел себе купить электрический автомобиль я думаю, блин, думаю ну, посмотрел там как бы оплатим там за киловатт там что-то около там 5 там с копейками там думаю, ничего страшного там нет, думаю вот, все посчитал вроде бы все хорошо стал управляющей компанией знать, чтобы мне сделали ту самую станцию ну, думаю, пускай будет все так вот, на парковке потому что парковка оформлена у нас как нежилой да, то электричество которое я там могу получить на парковке своей я буду оплачивать почти 11 рублей за киловатт 11 рублей за киловатт тут скажут блин, ну это все равно недорого ну согласен но я же, когда беру и покупаю автомобиль к примеру, за 6 миллионов рублей там, или за 7 миллионов рублей да, зикер я же считаю из-за расхода что будет там ну, как бы киловатт там ну, пускай 6 рублей я округляю а здесь получается раз, уже 11 а если, например заправлять на таких заправках да, просто которые, да уже коммерческие они же должны что-то еще зарабатывать правильно? то там уже киловатт стоит 22 рубля ну, в два раза дороже да, там заправка будет быстрая там будет то там будет все но цена уже будет 22 рубля за киловатт дешево? нифига не дешево, да если вы заправляете автомобиль по 22 рубля за киловатт то уже получается, блин не совсем такая экономия которую ты и хотел да, по экологии так хорошо прекрасно чисто замечательно но вот так здесь примерно то же самое апартаменты вот раньше почему покупали? потому что они были дешевле дешевле и понимали, что там коммуналка например, если коммуналка например, в тех же самых например, в 80 квадратных метрах например, все вместе например, в острове мечты я плачу 6 тысяч рублей в месяц да, вот мы живем вдвоем там, пользуемся водой там, всем этим пользуемся у нас получается 6 тысяч рублей коммуналка например, аналогичная коммерция которая есть в острове мечты которую можете я тоже там спросил для интереса у меня там друг просто взял и переделал под апартаменты я спросил, а какая у тебя выходит коммуналка? он говорит, Макс а у меня коммуналка выходит коммуналка выходит 13 тысяч при такой же площади но, как бы, есть же разница ты платишь 6 тысяч рублей в месяц либо ты платишь 13 тысяч рублей в месяц разница чуть больше, чем в два раза понимаете разницу? плюс, опять же, налог еще налог на нежилое ставка идет выше даже при одинаковой стоимости вы можете это все загуглить перепроверить каждое мое слово налог на нежилое там идет другая ставка и одно дело когда квартиры в Сочи стоили там, не знаю, там например, в Гранд Парк квартира, например, стоила например, 11 миллионов рублей кадастровая стоимость квартиры в Гранд Парке была всегда миллион шестьсот при стоимости например ну, квартиры в 11 да, и когда продавали могли указать кадастровую стоимость и все потому что ниже кадастровой стоимости ты не можешь указать, все равно тебе налог придет. А сейчас, когда мы недавно делали сделку в Гранд Парке, кадастровая стоимость той самой квартиры уже стоит 7 миллионов рублей. 7 миллионов. Она не стала 2,5 миллиона, она не стала 3 миллиона, не стала 3,5. Она стала кадастровой стоимость 7,5 миллионов рублей. И да, даже если ты, например, захотел всех вокруг пальца обвести и захотел указать 70% кадастровой стоимости, то уже ценник, мягко говоря, не такой, какой и хочется. Правильно же? Правильно. И вот оно и получается, что люди, которые, например, покупали те же самые квартиры за 3 миллиона рублей, и которые даже если вдруг захотят продать, например, скажут, а ладно, давайте я хочу сделать благотворительность, я хочу, чтобы кто-нибудь переехал с регионов, и я им продам квартиру за 5 миллионов, а средневерночная стоимость квартиры 11 миллионов. Даже при этом, как бы, получается, он должен указать сумму, получается, такая, которая есть в кадастровой, 7 миллионов, и исходя из 7 миллионов, там, 70% от кадастровой стоимости должен взять и заплатить тот самый налог. Прикольно? Прикольно? Я думаю, что прикольно, да? Давайте сюда поближе подвинемся. Но проблема в чем? Проблема, здесь есть офисное здание, мне предлагают, чтобы я здесь снял офис, и это сделал расширение своей компании, и я думаю, вот я наберу себе ребят, где они, куда здесь будут ставить свои автомобили. Ну, где они будут ставить свои автомобили. Согласны, что мы? Потому что для меня, мне кажется, лучше офис иметь не в центре, но чтобы у меня мои, не знаю, там, сотрудники могли спокойно приехать, в том числе и с клиентами. Здесь, видите, все, никак в жизни здесь обочина не была так забита. Никогда в жизни обочина не была занята. Ну, вот так у нас все растет. Здесь также есть дом, он не дешевый, да, но при этом нужно понимать, что здесь никто не хочет платить за парковку, покупать, потому что парковка невыгодна, сразу говорю. Например, парковка, которую я снимаю в Сочи, она стоит 3 миллиона рублей. 3 миллиона. Я плачу за парковку 8 тысяч в месяц. Соответственно, если мы с вами округлим, да, ну, пускай там, ну, пускай, давайте даже возьмем это 100 тысяч, да, округлим в большую сторону. 100 тысяч, получается, я плачу за парковку за год. 100 тысяч, чтобы легче было считать. Соответственно, окупаемость парковки сколько получается? 30 лет. По мне лучше тогда снимать, правильно же? И здесь, наверное, люди примерно рассуждают так же, как и я. Хотя, конечно, если есть лишние деньги, то лучше взять свою парковку и уже ни о чем, как говорится, и не думать. Сейчас, кстати, мы двигаемся в центре Сочи, и здесь есть те самые дома. Мы находимся прямо реально в центре, это улица Красная, это центр. Эта дорога ведет нас на Соболевку, относительно, здесь у нас относительно комфортно. Видите, как бы Сочи он разный. Ну, вот если, например, мы возьмем центр Сочи и Соболевку, да, разница в 2 километра. Да, в 2 километра страха и разврата. Вот так мы с вами проезжаем 2 километра. Но разница, разница на недвижимость уже в 5 раз. Ну, и знаете, вот если посмотреть статистику, те люди, которые живут в центре, и те люди, которые живут, например, вне центра, да, которые живут на Соболевке. Если посмотреть, кто из них чаще гуляет в центре, то вы удивитесь, будет неприятная статистика. Люди, которые живут вне центра, они гуляют больше в центре, чем те люди, которые живут в центре. Бред. Ну, это так. Например, если кто-нибудь из вас, например, живет в Сочи А есть, например, у вас брат или сестра, которая не живет в Сочи Но которая приезжает, к примеру, на две недели к вам в гости раз в год И если вы посмотрите, сколько вы ходите на море Вот вы ходите на море И сколько на море, например, ходит та самая сестра, которая живет, к примеру, в Красноярске Вы будете неприятно удивлены Вы посмотрите, проанализируете И вам будет понятно, что, например, ваша сестра, которая живет в Красноярске Которая приезжает к вам в гости, а может не к вам в гости, а просто приезжает в Сочи Они, получается, строго, вот все две недели они хотя бы раз побывают на пляже, на море И, получается, они, например, 14 дней провели на море Даже если приехали один раз, да, на две недели А, например, вы, тот человек, который живет, если вы посчитаете Если вы сходили пять раз на море и искупались за весь год Это будет очень даже хорошо То же самое у нас касается и гуляния Самое интересное, почему получается так, что люди, которые живут в центре Они не так много гуляют, как хотелось бы, да, как вот кажется логически Ответ очень прост Потому что, когда ты живешь в центре, ты понимаешь, что твой центр, он от тебя никуда не убежит И не погулял сегодня, блин, ничего страшного, погуляю завтра Не погулял с утра, погуляю, блин, когда-нибудь попозже, понимаете? Вот именно так, именно так идет рассуждение Но когда ты приехал, например, ты живешь на транспортной, на Соболевке и так далее Ты понимаешь, что вот погода хорошая стала Нужно ехать в центр и гулять И тем самым получается, получается, что люди по статистике Это статистика, я говорю, я не люблю Вот, знаете, я сам по себе, как бы, хоть мне нравится гуманитарная наука гораздо больше Да, я люблю сейчас историю, литературу люблю Но в школе, когда я учился, у меня был акцент, был на точной науке, понимаете? И я привык оперировать цифрами Цифрами привык, да? Вот парковка, конечно, своя парковка за 3 миллиона, блин, купить это вроде кажется хорошо Но когда ты включаешь цифры, ты понимаешь, блин, нифига не хорошо Ты понимаешь, что это не совсем то, что хочется, понимаете? Вот как бы на языке цифр, да? Ты смотришь, думаешь, сейчас возьмешь электрический автомобиль И у тебя будет экономия классная Да, если ты живешь в своем доме У тебя, если есть там тариф, день, ночь и тому подобное Когда ты ночью можешь автомобиль заправлять по 2,5 рубля за киловатт То да, наверное, это выгодно, да? Но если ты потом посмотришь, сколько там нужно будет, например Сколько ты потеряешь при продаже электрички Потому что электрички на вторичном рынке Они не пользуются таким прям спросом, которым хотелось бы, да? Даже Тесла замучишься продавать Посмотришь на ресурс батареи Который может прийти сразу прям раз-раз и нужно поменять И ты когда начинаешь все это считать Все это считать И ты понимаешь, блин, ну, наверное, электричка не такая выгодная Особенно если ты взял, где-нибудь живешь там в жилом комплексе У тебя нет там парковки Ты будешь заправлять по 22 рубля за киловатт на парковках, да? Там, в торговых центрах и так далее Потому что в Сочи я не встречал того, чтобы там были у нас бесплатные те самые парковки и тому подобное Понимаете? Ну, реально У меня есть знакомая девочка Вот дверь закрой Дверь закрой Мы же, говорит, разгружаем Зачем родительскую дверь-то это открывать? Это бывает такое Это из минусов бюджетных районов Сейчас это тоже расскажу Вот Или, например, вот поеду, да? Ну, 30 лет Я, может, столько в жилом комплексе не проживу А вдруг у меня сейчас жена скажет Макс, я хочу переехать в дом Я хочу жить в доме Понимаете? И все Да, например, захочешь взять какая-нибудь там пожилая пара Которая парковка нахрен не будет нужна И что мне с этой парковкой делать? Логично же? Поэтому я не тороплюсь покупать парковку Ну, конечно, хочется, чтобы была своя парковка Следующий момент Следующий момент Ну, если берем с вами логику То же самое могу сказать про логику Я не понимаю людей, которые берут и на свои автомобили К примеру, у них там есть, например, Kia Rio И у меня знакомый Ну, Kia Rio там кушает 9 литров на 100 километров И он берет, поставил газ Газовое оборудование Газовое оборудование обошлось в 40 тысяч рублей Потребление газа Я сам на газу ездил Обычно примерно на 15-20 процентов Чтобы такая же была динамика, как на бензине Обычно потребление газа идет выше Газ сейчас Сколько стоит 92-й бензин? Вот что мне удалось найти в интернете Да, только нифига не грузится Сколько стоит 92-й бензин в Сочи? Вот что я нашла Очень плохая связь Ну, наверное, рублей, наверное Наверное, рублей стоит, наверное Раз я заправляюсь по 70 Ну, наверное, рублей, наверное, 60 стоит Ну, 60 рублей, наверное, в Сочи стоит Сколько стоит газ в Сочи? Вот что мне удалось найти в интернете Вот я даже не знаю, сколько стоит сейчас газ Сейчас прям секундочку Пробуем почитать Hmm, 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 hmm Газ стоит в Сочи 21 рубль 21 рубль При этом говорит, что бензин 92 может стоить Обычно газ в два раза стоит дешевле бензина Обычно в два раза стоит бензина Но смотрите По большому счету Вы все равно газ будете заправлять И вот я просто себе считал Установка газового оборудования стоит 40 тысяч Я спросил у человека Сколько ты проезжаешь в год? Он говорит 10 тысяч Вот мы считали с Лехой Чтобы оправдать газовое оборудование Нужно проехать как минимум 45 тысяч Это чтобы выйти в ноль А уже чтобы выходить в плюс Нужно проехать еще больше Понимаете? И по большому счету получается Если учесть, что там как бы можно Там надо тоже газ обслуживать Надо там еще там кое-что делать Там как бы такое не получается То по большому счету То эта экономия становится такая Нерациональная Понимаете? Если таксисты, которые проезжают 100 тысяч в год Он, конечно, он газ отбивает раньше Или, например, взять те же самые автомобили Например, бензиновый собрат стоит Например, 10 миллионов Дизельный, например, стоит на полтора миллиона дороже Блин, ну полтора миллиона Алло Алло Да, привет Слушай, ты не помнишь, сколько у нас газ отбивается Газовое оборудование Если, например, на машину ставить Сколько тысяч нужно проехать, чтобы газ отбился И чтобы более-менее потом выходить в плюс Газ? Да Ну, считай, газ Вот как полоску Ну, процентов на 70 Дешевле, чем бензин А в Сочи В Сочи разница в половину, да? Он стоит по половину от газа Ну Так вот По грязному считать, да Чтобы не заморачиваться Половину, да? Угу Половину, да Ну, и там еще плюс Накинь чуть-чуть еще Ну, условно, в конце уже Ну, например, сколько оборудования стоит? Ну, 40, я думаю, сейчас минимум стоит Сороковник, самое дешевое оборудование Правильно же? 40, да? Вот смотри Вот как по мне Например Двушку Например, если кататься Двушку пускатываешь, да? Бензина Угу Соответственно, в день В день тысячи рублей В день тысячи рублей Вот считай Ну, полтора месяца Отбиваешь полностью Нет, а если просто Обычный человек Обычный человек Который берет поставу Которую пробег Десять тысяч в год Десять тысяч в год? Да Ну, как многие Ей катаются Нет Нет смысла Ставить газооборудование Тогда вообще Только в такси, правильно? Почему? Только в такси и все Если мы большие пробег Да, потому что Она у тебя стоит Фильтра всыхается Прокладки всыхаются Ну Ты только будешь ездить На ТО На всякой Ну, понял, да? Вот А так этот Поэтому ты газ не стал ставить На Киа Копятую Не стал ставить На Киа Копятую Максим, мне Отказалка машину Я не знаю Как она будет жить На газу Для меня важно Как можно больше На ней ресурсы Выработать Вы понял, да? Работать Я как бы уже Как бы Ну Я понимаю, что на бензине дороже Но нато я знаю Я утром пришел Завел ей И все хорошо, понимаешь? И Ничего мне Не Не клапана не сгорят И Все остальное Понимаешь? Как тебе китаец Который ты взял В прокат Как тебе китаец Ты на нем провел Уже два дня Два дня уже Ну В целом Это Как бы По динамике Управление Мягко Минус такое Назад откатывается На горке Ну, понял, да? Ага На паркинг ставишь Когда он на ручник встает Надо рукой Ручник Отжимать Руль на вынос Не регулируется Соответственно Я Прижимаюсь Я прижимаюсь Мне нога согнутая Нога согнутая А я Вы понял, да? Да Вот Только по высоте Регулируется Ладно, Макс У меня подожди Давай, давай Да, вот Например А многие берут и ставят Вот и в такси Да, еще Можно было поставить Газ И так далее Но если учесть Сколько стоит То самое оборудование Сколько Так же газ Нужно обслуживать И так далее То экономия Не такая существенная Да, смотря для кого Например, вот моему отцу С его пробегами Газ был бы бестолковый Если, например, у меня Там, например, пробег 100 тысяч В год Это был раньше в год Сейчас у меня пробег Где-то 65-70 тысяч Ну, тоже Ну, может быть И Не знаю Понимаете? Это вот в сухих цифрах Вот мы к чему с вами вернулись То же самое Это касается и апартаментов То же самое Это касается и районов Где-то вы живете И так далее Самое главное Сейчас кто-то у меня в комментариях Да нет, ты че Я там живу на море У меня Ну, серьезно, ребят Ну, объективно Ну, сколько вы ходите На море Вот сколько И как приходят к вам родственники Да, вы можете, когда пришли родственники С ними за компанию Сходить на море И так далее Я вот могу сказать так Например, вот я Например, живу в Сочи Я за прошлый год Искупался два раза Первый раз я искупался 19 января Второй раз я искупался 30 октября Все На этом мои Мои, так скажем Купания закончились Если позвонить жене Спросить, сколько раз она купалась Ну, может быть, купалась Раз пять В то же время Когда она первый раз в жизни Приехала в Сочи Приехала ко мне в гости И она была у меня две недели Она каждый день Хотя бы один раз Но была на пляже Она хотя бы один раз сходила Меняется То же самое Это касается И Вот, например, мы живем Например, вот мы вчера взяли И прогулялись До центра Сочи Ну, до морского вокзала Там дальше погуляли И так далее Потом мне там по работе Прошлось поработать Все Если, например, мы Попробуем посмотреть Тещу Которая живет на транспорте Она гуляет Гораздо чаще При каждом удобном случае Она просто берет И выезжает в центр И в центре гуляет Понимаете? При каждом удобном случае Вот такое-то есть Потому что, как я говорю Вся такое Такое у тебя в голове Такое У тебя центр твой Никуда не денется Я себя ловлю на мысли Когда мы жили на транспортной С моей женой Еще она не была жена Мы гуляли больше Именно в центре Сочи Чем тогда Когда мы Живем И, например Вчера тоже Пошли гулять Куда пойдем? Ну, пошли в центре погуляем Когда мы жили на транспортной У нас Локаций для гуляний Было гораздо больше Потому что Мы брали машину Там То, что До центра доехать То, до Салахаулу доехать То, до Хосты То еще куда-нибудь доехать Понимаете? У нас Локаций Именно для гуляния Выбор был гораздо больше Выбор был гораздо шире Потому что Мы на машине Изначально Ехали до какой-нибудь локации И тем самым У нас Кургозор был больше Сейчас Кургозор у нас Заужин Я взял Поставил машину Куда? Может быть Куда-нибудь А, пошли вот здесь У нас прогуляемся Да и все Вот так примерно Поэтому даже В какой-то степени Даже вот Я думаю Блин, думаю Если бы жил бы Немножко в другом месте Как бы Я бы все равно И больше И самое интересное Когда я жил на транспортной Я и бегал В разных локациях У меня есть пробежка По центру Адлера У меня есть пробежка В Сириусе У меня Еще где-то на пробежке Есть, понимаете А сейчас Вот сейчас Я ловлю себя на мысли Что Я бегаю По одной и той же локации Даже сегодня Вам эту локацию Даже снимать не стал Даже не стал Брать камеру Думаю Да нафиг мне Все это нужно Сейчас, секундочку А, все Я думаю Может быть Не ту сумму Забрал Ладно Вот Примерно Вот как бы Ребят так Чтобы у вас Тоже было Такое Понимание Теперь Что касается У нас Цены Ну, знаете Как вот Я вчера с Женей разговаривал Он говорит Так Макс Вот смотри Когда вот Например У меня есть возможность Конечно Я могу купить Квартиру и в центре И все остальное Но Когда нет возможности Ну, как говорится Нет фиг выеживаться Потому что Например Если взять Вот, например То место Где мы сейчас проехались Например На транспортной Вы можете Квартиру купить В пять раз дешевле Чем Сочи Но это все равно Будет лучше То место Где вы сейчас живете Понимаете Я говорю Это большое заблуждение Когда вы думаете Что раз вы Там Не знаю Там Как бы Живете там В центре Что вы будете Каждый день гулять Да нет такого Немножко по-другому У нас Работает Наше восприятие Немножко по-другому Работает Понимаете Немножечко Прям по-другому Ценность Меняется Теперь Что касается Содержания Да Вот Если взять Апартаменты И вот Сейчас Кадастровая стоимость Прям стала Неприятно Расти Для чего Посмотрите Например В прошлом году Кадастровая стоимость Была Например Грубо Так скажем Пускай Квартира Стоила 30 миллионов рублей Кадастровая стоимость Редко превышала 5 миллионов И все Жили в квартире За 30 миллионов Оплатили Налог С 5 миллионов Ну Понимаете Про что я говорю А тут раз Например И денег Не хватает Бывает же такое Не хватает денег Все равно Всегда Всегда Вот эти Всевозможные Войны Они всегда Затратны Тут даже И разговоров Не может быть Например Вот нужно Например Собрать больше Да вот собрать больше Просто взяли И поменяли Понимаете Если поменяли Даже Кадастровую цену В 2 раза Уже Налогов соберут В 2 раза больше А когда берут И резко Меняют Кадастровую стоимость Например В 5 раз Как произошло Это у нас в Сочи В любых других городах В 5 раз Поменялась Кадастровая стоимость Представляете Сразу Ну пополнение Налогов Сразу Вышло Вот на такой Должный уровень Понимаете Потому что Тоже Все думают Что в правительстве У нас Жит Ну Как только Одни дураки Нет Нифига Не дураки Очень много Тех самых Министров Которые Соображают Которые Соображают В экономике И как можно Просто на пустом месте Взять И Ну Заработать Те самые Деньги Нам не получается Заработать Внешне На внешней политике Не получается Да Как бы Ну особо Да У нас Если Столько продавать Снаряды Да Там Не знаю Там Кому-нибудь Ладно Не будем И все Потому что Остальное Как бы Производство У нас Сейчас Стоит Ну мягко говоря Находится В какой-то Непонятной заднице Согласны Ну вот И все Вот И получается Поэтому Конечно Квартиру Содержать Гораздо Дешевле Также Есть еще Такой Момент Что У нас Обходится Самое Дешевое Содержание Самое Дешевое Содержание Это Обходятся Те самые Жилые Помещения Которые Стоят У нас На землях Или поселках Тех самых СНТ Там Кадастровая Стоимость Просто Смешная Там Кадастровая Стоимость Просто Трэш Самое Интересное Квартира Находится На транспорту На ней И Кадастровая Стоимость Ну налог Пришел На квартиру В три с половиной Раза больше Чем Предыдущие Года Хотя По большому счету Ничего не поменялось Квартира Как была Три года назад С ремонтом С техникой С мобилем До этого времени Ничего не поменялось Но налог Взял И Автоматически У нас У-ве-ли-чился Налог Стал Гораздо Выше Вот Тоже На эти моменты Нужно знать И когда ты берешь Все это считаешь Например То же самое Например Дочка Или жена Хочет автомобиль И так далее Хочет автомобиль Я уже тоже Как-то Уже считал Вам Все думают Что на такси Передвигаются Только Самые богатые Могут себе позволить А я могу сказать так Что если мы включим С вами математику То на такси Наоборот Передвигаться Гораздо выгоднее Например Смотрите Например У меня У жены Пробег В год Составляет 5 тысяч километров 5 тысяч километров В год Составляет Пробег Стоимость автомобиля Такого BMW X2 Ну сейчас Если покупать То минимум Который мы могли найти Хотели обновить Это минимум 5,5 миллионов рублей Прям лютейший Лютейший барабан 5,5 миллионов рублей Нужно купить Машину для жены Чтобы она 5 тысяч километров Наматывала Соответственно Если мы берем с вами Это уже надо еще Застраховать Нужно будет заплатить Налог И так и тому подобное То выйдет уже Не 5,5 миллионов рублей А скорее всего Выдет Наверное еще Плюс опять же Нужно же Что у нас еще Нужно сделать ТО Все равно Даже если ты там Проехал Например За год Даже 5 тысяч Все равно тебе надо Раз в год Сделать ТО А это еще Например Вышло ТО 20 тысяч Плюс опять же 5 тысяч километров Все равно Хочешь не хочешь Даже если Расход Алло Алло Добрый день Это с мотошколы Беспокоит Да Я подъеду 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 А во сколько примерно Ну я сейчас на Донской Ну наверное Минут через 15 Подъеду Все хорошо Просто смотрите Если вы подъедете в час То мы не сможем С вами Адрес какой еще раз Адрес Гагарина 78 Да Подъеду Сейчас Да У нас просто С 13 до 15 Встреча Хорошо Гагарина 78 Ну да В принципе Так она и показала Все С этим понятно На ГСМ Да Если мы даже берем Расход 10 литров На тысячу Ой Ну На 100 километров То Тысяча километров Обходится Как минимум Во сколько Ну Все равно 95 Обходится Получается В 6500 В 6500 Ну и теперь Посмотрите Сколько можно Передвигаться На том самом Такси Которое в Сочи Там стоит 100 рублей 200 рублей 250 рублей Плюс опять же Парковка Плюс опять же Например Парковка в городе Плюс парковка И получается Что по большому счету На такси Передвигаться Гораздо дешевле Чем на автомобиле Логично же Логично Но Есть уже Понятие Эмоции Да Такие-такие Нужно Там еще что-нибудь И это уже Другая лепта Это у нас уже Другие моменты Которые Соответственно Никто не хочет На эти моменты Открывать глазки Теперь Что касается Районов Да Хорошие Плохие И так далее Само собой Если мы возьмем С вами Как бы Если вы Рассматриваете Вариант Для пешеходов Там и так далее Понимаете У нас есть Удобные районы Для пешеходов Да К примеру Возьмем с вами Заречный район Хороший Классный район Куда мы Сейчас с вами Едем Но В плане автомобиля Не совсем Там и пробки И заторы И очень много Старого фонда Где ты не можешь Поставить толком Свой автомобиль И отсутствия Тех самых парковок Когда я сейчас доеду До Гагарина 78 Даже не знаю Где я буду ставить Автомобиль Я вам серьезно говорю Просто даже Даже на ум Ничего не приходит Ну Например Есть у нас Район идеальный Вот где мы сейчас Проезжали транспорт Для автомобилиста Ты берешь И спокойно Там на дублер Выехал Еще куда-нибудь Все удобно Но пешеход Ты особо Не погуляешь Вдоль трассы Да Там Все равно Как транспорт Как трасса Ассоциируется И Есть конечно же Универсальные районы Которые подходят Как бы Для отдыха Да Есть универсальные районы Которые подходят Для ПМЖ Которые подходят У нас Для пешеходов Которые подходят У нас Для водителей И так далее Ну ребят Там аналогичное жилье Будет стоить Гораздо дороже Например Мы взяли с вами Простой жилой комплекс Да Остров мечты Наверное Все замечали С утра я еду Нарезаю какие-то курги Потому что Потому что Потому что Я еду В такую Ну нахожусь Такую идеальную локацию Где я еду Без пробок Без ничего И мне чтобы вам Все с утра рассказать Нужно какие-то Лишние круги Наворачивать Понимаете Потому что Живу в удачной локации Так же Легко мне выехать В сторону Адлера Выехать легко В сторону Дагомыса В сторону аэропорта Все Дублер тут же Сразу находится На расстоянии Там не знаю Там 200 метров Удобно Пешком Пешком я вышел С жилого комплекса Мы вчера И по тротуару Не по дороге Не по тротуару Мы вышли И спокойно Через ту самую Красивую пешеходную Улицу Новогинскую Дошли там До морского вокзала С морского вокзала По набережной Пошли Дошли до Светланы На Светлане Там можно пойти Либо то в одно место Либо в другое Либо в третье Либо в четвертое Понимаете Удобно Удобно С детьми Одна школа Тут же На расстоянии 70 метров Вторая школа На расстоянии 500 метров Детский сад На расстоянии 50 метров Спортивные секции Прям внутри Жилого комплекса Есть Магазины Пятерочка Магнит Всякие там Гастрономы Парикмахерские Всякие разные Ну вот все Что только возможно Вот все Что только возможно Все есть Да Идеальнейший вариант Да И когда ты до морского порта Доходишь за 15 минут А бегло я сегодня Я до морского порта Добегаю Всего лишь За 7 минут Да Это реально круто И когда ты бежишь И это все Это безопасно Да Вот По сегодняшний По сегодняшней На глушаками Все хорошо Все прекрасно Идеальный вариант Ну извините Квартиру Например Однокомнатную Например Ну например Возьмем с вами Ориентир Там В 35 Там В 40 метров Знаете 40 метров В острове мечты Вы возьмете 40 квадрат метров Не дешевле Чем за 17 миллионов рублей 16-17 Да В зависимости от ремонта А Квартиру Которую Можно жить Там Ну например Такое Как я живу 35 минимум В зависимости от ремонта 35-40 миллионов Да На такие цены Нужно рассчитывать вам А Например Аналогичную квартиру На транспортной К примеру Да Ну 40 квадрат метров Да В мелодии леса Можно купить К примеру Ну я думаю Что за 8 За 8,5 миллионов рублей Можно купить Во всяком случае Дочке купил квартиру 36 квадрат метров Такая квартира Примерно стоит Сейчас 8,5 миллионов рублей Аналогичная квартира Например В острове мечты Стоит Соответственно В 2 раза дороже Понимаете Вот на эту разницу Ну например 8,5 Там например И взять например Те же самые 17 миллионов рублей Да Вот 8,5 миллионов рублей За 8,5 миллионов рублей Вы можете себе Приобрести И автомобиль Вы можете себе Приобрести Не знаю Там Можете что-то еще Приобрести Такую же квартиру Например На транспорт Еще такую же Которую вам будет Стабильно приносить 40 тысяч рублей К примеру В месяц И тому подобное Если деньги есть Конечно Ты берешь И пользуешься Всеми этими благами То же самое Что с автомобилем Есть деньги Ты покупаешь себе Хорошего Классного Достойного немца Если денег меньше Ты берешь себе Хорошего Нормального Безопасного Надежного Японца Если не хватает На японца Ты берешь себе Корейца Да Корейский автомобиль Но нет Корейца Ты берешь И покупаешь Себе Китайца Если на китайца Не хватает Ты берешь себе Какую-нибудь Хламку Которую Там уже Не знаю Которую ты будешь Больше вкладывать Чем На котором будешь Кататься Понимаете Сказать что Хавал Там плохая Эта машина Нет Я сам Своей дочери Купил машину Которая называется Хавал Х7 Потому что Я ей купил машину Два года назад За 3,5 миллиона Рублей Почти За 3,5 миллиона Рублей Я не мог Купить ей BMW X3 За 3,5 миллиона Рублей Я не мог Купить ей Audi Q5 Я ничего Не мог Ей взять Что-то такое Более-менее Подобное Потому что Все остальное Стоило Ровно В два раза Дороже Я купил За 8 с копейками Купил квартиру Почему Ну потому что У меня не было Возможности Купить К примеру За 13 миллионов Рублей Квартиру Например В моем Жилом комплексе В Мелодии леса Я ей взял Она довольно И еще Там не на машину Осталась Да И еще там То и все И так далее Понимаете Я это и предлагал Давай я тебе Возьму Квартиру По лучшему районе Но тогда Без машины Она говорит Мне по транспорту Меня полностью устраивает Давай лучше С машиной Потому что Я распоряжался Так Если бы Конечно У меня были Лишние деньги Я бы Купил бы К примеру Квартиру В жилом комплексе Остров мечты К примеру 50 квадратных метров За 20 миллионов рублей Купил бы ей Какой-нибудь БМВ Х5 Или Х6 Дизельный За 15 миллионов рублей И все было бы хорошо И парковку Купил за 3 миллиона И все Но когда У тебя денег нет Тебе приходится Искать альтернативу Тебе приходится Искать компромисс Когда я переехал в Сочи У меня не было денег Не было От слова Совсем И первая квартира Первая квартира У меня была Одна транспортная Вторая квартира У меня была Одна транспортная В том же доме Но размер побольше Потом уже Соответственно У меня Остров мечты Опять же Не могу сказать Что остров мечты Прям эталон Он эталон для меня Понимаете То же самое Что не могу сказать Что Porsche Cayenne Это идеальный автомобиль Вот например У меня у друга У которого пробег 5000 в год Для него Porsche Cayenne Это идеальный автомобиль Там вышел Прям по кайфу Проехался И так далее Я Как человек Который Бывает И на Соболевке Да Бывает там И еще где-то Понимаете Ну для меня Это нифига Не идеальный автомобиль Понимаете Нифига не идеальный автомобиль Для меня все-таки Идеальный автомобиль Какой-нибудь Чтобы размер был поменьше, в первую очередь ну, действительно, чтобы был размер поменьше и в вторую очередь, чтобы все равно он был экономичней, потому что, ну, смотрите два года автомобилю, пробег 81 тысячи, но я все равно передвигаюсь на автомобиль больше, чем среднеэстетический опять же, налог плачу, да, там за 340 лошадиных сил ГСМ у меня там уходит побольше, да, у меня расход 13-13,5 литров КАСКО у меня, там, ну, не могу сказать, что дешевый, хотя дешевый, 100 тысяч отдал и все, понимаете ТО, там, чаще я делаю, понимаете вот как бы так, вот если бы у меня эта машина была бы, как машина вторая, машина выходного дня, просто для эмоций прокатиться, там, просто там, до Красполяны, назад, да идеальный автомобиль Porsche Cayenne, подвеска бомба, управляемость бомба, вот просто огонище понимаете, но для себя я понимаю что для меня все-таки идеальный автомобиль был, вот, мне бы хочется что-то типа BMW X3 чтобы там была пневма чтобы там, не знаю, там, какие-то были доводчики, чтобы там лошадок было штук, ну, не знаю, 200 лошадных сил мне хватило, понимаете как бы, это так ну, ну, понимаете, но я почему себе такую не покупаю машину? потому что, блин, все равно, когда ты передвигаешься там, на пневмоподвеске там, когда есть доводчики, когда у тебя музыка шикарная, когда большие экраны когда у тебя классные камеры, которые все когда у тебя большая, там, панорамная крыша не хочется пересаживаться на худшее но, если нужно, конечно же как бы, из пересечки я пересяду и не буду принципиально ходить пешком вот, то же самое и у вас некоторые из вас, ну, не похватают денег да, на более-менее нормальный же ну, например, остров мечты, там, Альпийский квартал жилой комплекс Сокол, там, жилой комплекс Ривьера жилой комплекс И я говорю, ну, ладно, значит, не судьба нет, я считаю, что нужно брать то на что вот ну, на что вот пока вы можете например, у меня был период времени, когда я передвигался на новом Deo Matisse потом я, ой, да, потом я передвигался на новом Renault Logan потом я передвигался на новой Skoda Fabia ну, было у меня такое время но потом, когда у меня была стройка, когда меня просто стройка съела да, полностью, я был вынужден пересесть там на на развалюху 93-го года, Фронтер, на которой я проездил уже целый месяц. Потом, соответственно, мне нужно было как-то машину по джопу. Я взял Nexio, и ничего страшного, думаю, ну как так, мне говорили. Ты там с Шкоды Фабии, да, там, с немца пересаживаешься на узбекскую колесницу богов, притом на 30-летнюю. Ничего страшного. Передвигался, потом раз, получилась возможность, поменял на Nexio, которая уже была не 30-летняя, а 15-летняя. Она оказалась, кстати, еще хуже, чем 30-летняя. Ну так получилось. Потом, соответственно, я купил себе новую в кредит Ладу Приору. Алло. Алло, это с Мотошколы беспокоит. Смотрите, если вам неудобно заезжать к нам в офис, я могу передать ваш контакт. Да я уже здесь, я сейчас на Краснодарском кольце развернусь, просто стою в пробке. Мне, наверное, это показывает 4 минуты. Я к вам заеду. 4 минуты мне показывает. Я на всякий случай. Да, 4 минуты мне показывает. Смотрите, я вот сейчас смотрю, у нас на парковке здесь места нету на ТЦ. Вы можете где автомойка, самообслуживание, там припарковаться. Все хорошо, да, сейчас я попробую, да, попробую припарковаться. Что, услышали то, что не должны были услышать? Да, я взял сегодня, с утра проснулся, вот когда вот так вот покатался, да, вот сейчас хотел в Адлер поехать, поснимать дома, там пробка показана 2 часа, а я понимаю, дальше будет хуже. Я говорю, да, 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 и да, ребят, да, жена не поддерживает, папа не поддерживает, мама не поддерживает, да и дочка даже не поддерживает. Никто не поддерживает меня. Серьезно, никто не поддерживает. Не верите? Хотя, блин, я сейчас мысли потеряю. Ладно, потом позвоним. С какой-то же мысли я говорил же вам. Да, к слову, да, next. Ну, пересел, ничего страшного. Потом купил в кредит, да, потому что все деньги были похоронены в дом, который я строил, да, быстрыми темпами и так далее. Потом у меня была хорошая зарплата, все. Я купил себе приору, на приоре отъездил, там, 35 тысяч, потом продал своему другу, да, он просто дальше, платил кредит, да и все. Купил себе Nissan Qashqai, потому что не было возможности купить на полном приводе, на автомате. Я себя утешал тем, что, блин, да я там то, да я там все. Поэтому купил себе на механике, ну, такой вот с двигателем 1.6, да. Потом покатался, понял, что некомфортно передвигаться на механике мне. Взял и купил себе Mazda CX-5 на автомате, на переднем приводе, потому что говорим, да зачем полный привод, да мы там везде на переднем приводе, и все. Потому что мне на полный привод не хватало денег. Потом, соответственно, не с Маздой у меня были моменты, когда там что-то пошло, там, да, что-то там бывает, там свалилось все, там, одно, второе, третье, четвертое, все как-то свалилось, там, бывает такое. Пришлось искать альтернативу. И поменял Mazda CX-5 на, там, взял себе, там, не знаю, 20-летний Volkswagen Touran и на нем ездил, опять вернулся к механике. Потом приехал в Сочи на нем уже, потом присел на Mazda, ой, на этот, на Renault Megane кабриолетной механике. Ничего страшного, он покатался, понял, что такое свобода, что такое это понравилось, кайфанул. Ну, в пробке стоять в кабриолете, это просто жесть. Даже вот в такую погоду, в плюс 15 градусов, когда все, тебе там, это жесть. После этого я купил себе, когда попал в аре, Мерседес взял, бушный, там, пятилетний, С-класса. Катался, все классно, на автомате, все хорошо. Но выпал снежок, я понимаю, что на заднем приводе я не мог доехать даже до дома. Взял, купил у брата параллельно Nissan Qashqai, максимальной комплектации на автомате, с двумя литрами на вариаторе. Но понял, что Nissan Qashqai, блин, он толком и не едет, особенно, когда ты пересаживаешься на Мерседес. Мерседес гораздо ловчее и едет, и управляется, и все. После этого, думаю, решил купить себе что-то получше, решил купить себе RAV4. Ну, бывает же такое, там, RAV4 взял, дизельный, вроде экономично, вроде все классно, все хорошо. Ну, блин, то одно, то другое, то третье, то четвертое. И уже после Toyota RAV4, думаю, блин, зачем мне там Мерседес? Мерседес продаю, ну, кабриолет он тянет, хочется что-то такое, свободу на кабриолете. Купил себе BMW 325, ну, понял, что это не совсем то, что хочется мне, блин. И все, продал, да, купил жене сначала Nissan Qashqai, потому что считал, что идеальный. Сейчас у нее BMW X2, и она ни на что даже менять не хочет. Ну, там пробег 15 тысяч, поэтому решили пока не менять. Все, вот примерно так, да, купил себе Audi Q8, идеальный автомобиль, да, большой, блин, классный, все. Потом хотел еще дальше, надо же расти дальше, дальше. Взял себе Porsche Cayenne. Сейчас понимаю, что, блин, Porsche Cayenne взял, но это не совсем то, что мне нужно. В принципе, как бы, хочу вот сейчас дойти себе ту самую золотую середину. Хочу себе купить дизельный автомобиль. Но это не значит, что, как бы, Audi идеальный автомобиль. Например, Audi, например, не подошла бы. Например, хотел Porsche Cayenne оставить для жены, посадил ее за руль. Она проехалась, говорит, габариты большие, говорит, не чувствую. Я люблю машину поменьше, покомпактнее, поаккуратнее. Думаю, ладно, думаю. А себе вот сейчас тоже там то одно, то другое, то третье. И как я пришел к мотоциклу. Я понимаю, что когда я с клиентами, да, я спокойно проеду на машине, все. А если, например, мне нужно снять обзор тот же самый, там, например, или, например, нужно мне в свою очередь поехать, там, снять, там, те же самые дома и так далее, я возьму себе тот самый мотоцикл, и в мотоцикле у меня будет больше свободы, понимаете? Больше свободы именно перемещений, как бы больше... Потому что самое ценное, что у нас есть, это время. Вот я вот понимаю, что вот я в машине иногда очень много времени бестолково провожу в этих пробках, заторах и так далее. И я для себя решил, что все. Для меня важно вот тоже, чтобы я успевал, что у меня при покупке мотоцикла у меня возьмет и увеличится тот самый... Мойка самообслуживания, да? Простая мойка есть. О, нифига себе. Вот, как бы так. Все, ребят, на этом с вами прощаюсь, да? Решил права на мотоцикл не покупать, решил сдавать, решил сделать все так, как положено и так далее. Все решил так сделать, грамотно. Получите то самое, не знаю, там, как бы то самое обучение. Вот так вот. Всем добра и пока. Да, кстати, время это самое важное. Пока вы думаете, да, как бы от вас вот эти шансы, они становятся все меньше и меньше. Вы все меньше и меньше времени проведете в шикарном, шикарном городе. Где все чисто, красиво, позитивно и так далее. Понимаете? Вот как бы так. Ладно, ребят, всем вам добра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok